Добрый день, меня зовут Лукина Агина, я ученица 10 класса Багиасчатской областной гимназии. Тема моей работы – формирование пространственного мышления, обучающегося через создание трехмерных моделей. Высокий уровень развития пространственного мышления является необходимым условием успешного усвоения общеобразовательных и специальных технических дисциплин на всех этапах обучения, подчеркивая тем самым актуальность данной темы исследования. Пространственное мышление – вид умственной деятельности, обеспечивающий создание пространственных образов и оперирование ими в процессе решения практических и теоретических задач. По утверждению многих исследователей, таких как Якиманская, Шамова и Глэйзер, у обучающихся недостаточно развито пространственное мышление на школьном уровне. Таким образом, целью нашего исследования является разработка трехмерных моделей и сборных задач букв в кубе для формирования пространственного мышления. Предметом исследования является процесс трехмерных моделей букв в кубе для решения логических задач. Объект, задачи и этапы исследования представлены на слайде. Гипотеза данного исследования состоит в том, что внедрение в образовательный процесс трехмерных моделей и задач не по букву в кубе развивает пространственное мышление учащихся. Методы исследования – анализ литературы, наблюдение, тестирование и метод проектов. На уроках черчения не все учащиеся хорошо справляются с проекционными задачами, поэтому мы решили разработать набор моделей, 3D-версию и сборник задач букв в кубе для использования в решении логических задач, которые интересны и занимательны. Ученик, вращая куб в пространстве, находит буквы. В дальнейшем ученик сможет сам придумывать различные вариации трехмерных моделей. Буква в кубе в 3D разработана в программе Компас 3D. Сборник задач букв в кубе выполнен в программе AutoPlay. В моей работе в каждом кубе зашифровано от одной до четырех букв. Чтобы узнать, какие буквы зашифрованы в кубе, нужно посмотреть на куб спереди, сверху или слева. Тогда с помощью воображения можно понять, как справится линия и какую букву можно увидеть. Сборник задач состоит из трех уровней сложности. Решение подобных задач у учащихся активизирует пространственное мышление. Подобные задачи как раз способствуют выработке мысленных образов деталей, нахождению других граней, выступок и срезок фигур, заставляет произвести в уме все необходимые операции по выявлению истинной геометрии детали. В практической части работы мной было проведено изучение входного уровня развития пространственного мышления у учащихся 7 класса. Результаты первичного исследования показали, что уровень развития этого вида мышления у учащихся носит слабый характер. В течение года на уроках черчения и внеурочных занятий было проведено всего 8 занятий с использованием и созданием трехмерных моделей. Каждый ученик в ходе занятий самостоятельно создавал трехмерные фигуры, в которых зашифрованы буквы. Также применили на задачах с различным уровнем сложности. Проведенный формирующий эксперимент показал, что результаты занятий существенно повысил уровень развития пространственного мышления обучающихся. В классе процесс развития пространственного мышления у учащихся вышел на более высокий уровень. Это говорит о том, что проведенные нами занятия способствуют развитию пространственного мышления 7 классиков, что является основанием доказательства правильности выдвинутой нами гипотезы. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.